Девушки отдыхают Ну что ж, друзья, у нас история Неселя и Раисы. История двух людей, которых разделила война. Часть писем от Надежды. Да, от него писем к Раисе нет, он обращается к Надежде и к своему брату. Давайте попробуем почитать, как есть. Дорогой мой любимый Несель, наш город оккупировали немцы. Наверное, ты сам об этом знаешь. Сару и Иду отправили в лагерь в Польше. Многих уже нет живых. Я укрылась в доме у Нади и видела, как Давида расстреляли на месте. Я хотела отойти от окна, но не могла и стояла, как прикованная. Он застыл у полуразрушенной стены и смотрел на них. Он не кричал, не бежал, не плакал. Он просто стоял и смотрел. Я за эти дни видела многие ужасы, которые немцы творили с нами, с нашими детьми и женщинами. Но именно его глаза я не смогу забыть никогда. У них даже не было страха. В такой безысходный момент он был сильным и смелым. Я знаю, Несель, что ты сейчас не сможешь прочесть это письмо. Я пишу его тебе, но для себя. Только так я могу видеть тебя, говорить с тобой. Во мне теплится маленькая надежда на то, что этот кошмар закончится. Ты вернешься ко мне и сможешь прочесть эти строки. Выживи, Несель. Об одном тебя прошу. Выживи. Твоя Раиса. В конце июня 1941 года Неселя призвали в армию. А Раиса и его супруга остались в Житомире. Правильно. А в июле Житомир захватили немца, и она пишет ему из оккупации. Ну, это фактически ее личный дневник получается из разговоров с мужем. Очень сильно. Совершенно верно. Она не могла отправлять эти письма. Но она их писала. Подождите, а как она сама выжила? Ну, видимо, эта надежда, о которой она пишет, укрыла ее и спрятала. Дорогой мой Иосиф, есть ли у тебя хоть какая-то информация о Раисе? Я знаю, что Житомир в оккупации с нашим братом расправляются в первую очередь, но я не могу поверить в то, что ее больше нет. Она у меня сильная, храбрая и цепкая к жизни. Никакие беды ее не возьмут. Я верю в это. Но если ты знаешь хоть что-то, умоляю, напиши мне. Крепко тебя целую. Твой брат не сын. Несели Раиса знали друг друга с детства, а поженились за год до войны. Они жили очень бедно и скромно, но по-настоящему любили друг друга. Ну, это чувствуется. Ощущение, что они как будто знают, что оба живы. Хотя я уверена, когда они пишут эти строки, они же понимают, что никто не прочтет письма. Дорогой мой Несель, твоя любовь бережет меня даже на расстоянии. Немцы убивают всех без разбора, и женщин, и детей. Все, кого ты знал, уже в лучшем мире. Я надеюсь, что в лучшем. Потому что любой мир будет лучше этого мрака. Я знаю, что если кто-то найдет мои письма к тебе, меня просто сразу расстреляют. Но не могу не писать тебе правды, иначе я просто сойду с ума. Надежда стала моим спасением. Я помню, как ревновала тебя к ней, мы даже ссорились. И только сейчас война расставила все по своим местам. Я была такой глупой, капризной, и своенравной. И только теперь я понимаю, что если бы не Надя, меня бы уже не было в живых. Дорогой мой Иосиф, ты не представляешь, как я был счастлив, получив весточку от тебя. Я, как и ты, не сомневаюсь ни на минуту, что мы победим фашистов. У нас с тобой против них особая миссия. Ведь они не просто вторглись в нашу жизнь, в нашу страну, они уничтожили наш родной дом. И каждый раз на бой я выхожу именно с этими мыслями. Сейчас я в госпитале, у меня небольшая контузия. Я считаю дни до выписки, чтобы вновь отправиться на фронт, рвать немцев зубами. Ты говоришь, что ничего не знаешь о наших близких. До тебя, как и до меня, доносятся слухи о том, что многих отправили в какие-то лагеря в Польшу. Если так, я лично дойду до Польши. Немного осталось. Я смогу их освободить. Главное, чтобы были живы. Любой лагерь лучше смерти. Это дает мне надежду, что я найду свою Раису там. Пиши мне пока сюда. Мне обещают переслать письма после выписки. Обнимаю тебя крепко-крепко. Твой брат не с Эль. Ну, ясно, что он не понимал тех ужасов, которые творились в лагерях смерти. Потому что представить себе было невозможно, что там просто массово убивали людей. Я думаю, он все прекрасно понимал. Думаешь, понимал? Ну, а как это можно не понять? Он просто... Просто надеялся, что она жива хоть где-то, хоть как-то. Любимый мой Несель, ты знаешь, что я изучала немецкий язык? Это стало моим спасением и проклятием. Да, я жива, но каждый день вынуждена работать на немцев. Мне удалось устроиться швеей. Каждый день я чиню и перешиваю форму немецкой армии. Я держу в руках ненавистную одежду тех, кто убил всех, кого я знала. Я никогда не думала, что буду радоваться пятнам крови. Ведь если на одежде есть пятна крови, значит, немец был ранен или убит. И я радуюсь этим пятнам. Я знаю, что важно уметь прощать, что Бог учит нас прощению, но разве можно простить человека, виновного в том, что он без разбора забирает жизни других людей? Будет ли это прощение честным по отношению к павшим? Нет, Несель. Мы никогда не простим и никогда не забудем этих страшных дней, потому что эти люди не заслуживают прощения. Люблю тебя. Каждый день все сильней. Твоя Раиса. Ой, подождите, письмо не Солю от Надежды? Любовное письмо? Ну, Раиса писала, что ревновала его к Надежде. Дох, вот именно. Как же так? Любимый мой, дорогой Несель. Нас освободили. Долгих полтора года я не понимала, на каком свете я живу. Теперь впервые могу вдохнуть свободной грудью. Я хожу по полуразрушенному городу, но впервые чувствую жизнь. Ту, которая здесь бурлила, когда мы были маленькими. Проходила недавно около нашей булочной, теперь здесь склад. И на секунду почувствовала вкус сдобы, что ты покупал мне на сбереженные средства. Я отправляю тебе это письмо, надеясь... Нет, зная, что ты жив и здоров. Прошу тебя, прочти его и между строк почувствуй свое любимое. Мне приходится писать тебе именно так. Уверена, ты поймешь. Твоя надежда. Слушайте, она как будто специально в письме описывает эпизоды из детства. Она этим наверняка что-то хочет сказать. Ну, подожди, давай сначала почитаем его письмо и разберемся, не знаю, в его женщинах. Просто до этого в письмах не было ни слова надежды. Ну, может быть, он не мог сказать брату, что любил обеих? Давай, давай, почитаем. Любимая моя, единственная, как же я рад и счастлив, что ты жива. Я знал, я верил. Получить это письмо от тебя было самым большим подарком, который только могла преподнести мне жизнь. Пиши мне как можно чаще. Теперь я точно знаю, раз ты меня ждешь, я к тебе обязательно вернусь. Целую тебя крепко-крепко. Твой любящий муж не сэль. Я поняла, это пишет Раиса. Просто она подписывалась Надеждой. Ну, в это, конечно, очень сложно поверить. Когда немцы вошли в город, подруга Раисы, Надежда, была убита. Раиса, чтобы скрыть свое еврейское происхождение, была вынуждена забрать ее документы и выдать себя за нее. Ну, а почему она после того, как сняли оккупацию с города, не вернула себе свое имя? Да, в смысле, почему? Потому что она боялась. Ну, ты представляешь, она поменяет имя вдруг, и сколько это вопросов и проблем. Да, логично. Там все боялись и своих, и чужих. Мне кажется, это правильно, оставить все, как есть до конца войны. До конца войны Ниссель переписывался с женой, называя ее Надеждой. Он сразу догадался о том, что произошло. Он дошел до Кёнигсберга и вернулся со своей любимой. Раиса смогла вернуть свое имя только после войны. Она дождалась своего любимого мужа, который узнал бы ее под любыми именами. У них родилось два сына и дочь, а дальше появились шесть внуков и пять правнуков. И их правнучка Дарья Стотланд рассказала нам удивительную историю своих героических прабабушки и прадедушки. И Дарья сегодня в студии. После войны Ниссель и Раиса поселились под Житомиром и жили спокойной, тихой, сельской жизнью, переехав в Подмосковье только после аварии на Чернобыльской АЭС. На их жизнь выпало немало испытаний, но им удалось принести любовь через всю жизнь, о которой теперь ходят легенды. Позже Ниссель и Раиса нашли родственников Надежды, и их семьи дружат до сих пор, ведь именно благодаря ей Раиса осталась жива. Письма войны не всегда были правдивы. Люди, разделенные километрами сожженной земли, берегли друг друга. Потому что иногда правда была настолько горькой, что ее было просто невозможно сказать. Но люди чувствовали друг друга, умели читать между строк и проносили свою любовь через любые испытания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова